Давай, уезжай Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем огромный привет! Сейчас суббота, середина дня. Я еду на дачу и буду снимать очередное теговое видео. Вы знаете, даже если качество этих тегов в видео оставляет желать лучшего и, возможно, некоторых будет возмущать, я все равно это сниму, потому что вот такая болтовня мне скрашивает дорогу туда и обратно. И я просто получаю от этого удовольствие сама. Поэтому извините. Как получается, так получается. Сегодня я хочу ответить на вопросы ТАГО, которые называются «Судьба вышитых работ» от Татьяны Любимовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, приступим. О судьбе готовых работ. Первый вопрос. Сколько примерно работ вы вышиваете за год? Трудно сказать, сколько работ я вышиваю за год. Но, наверное, те, кто смотрит мои видео, приблизительно могут посчитать. А потом вот таким запоем я вышиваю меньше года. Ну, где-то вот будет год. Потому что в конце лета я опять принялась за вышивку прошлого лета. Так что считайте сами. Раньше же, когда я вышивала, в нулевых годах был период вышивания. У меня скорость вышивания была очень-очень низкой. Поэтому вышивались работы медленно. Может быть, частично и это была причиной забросить вышивку в то время. Но вот... Если сравнить с теми годами, у меня скорость, конечно, возросла в разы. И, в принципе, я сейчас вышиваю достаточное количество работ. Не могу сказать, что их прям очень-очень много. Я не скоростная вышивальщица. Но их и немало. А потом работа, работе, рознь. Я же не вышиваю хаеды. Мне кажется, хаед я и за год не вышью. Второй вопрос. Все ли работы вы оформляете сразу или вышиваете в стол? Скажу откровенно, что вышиваю в стол большей частью, потому что получаю удовольствие от процесса вышивания, а не от разглядывания своих вышитых работ. Хотя это тоже очень важно и тоже очень здорово. Я люблю, когда мои работы висят, и они действительно висят. Вы можете посмотреть это видео вышивка в моем интерьере. Но я также очень много вышиваю в стол в надежде, что я их оформлю как-нибудь. Или, допустим, я люблю вышивать серии, и у меня есть вышивки, которые просто ждут второй и третьей работы для того, чтобы они оформились вместе, одинаково. У меня нет такого тяжелого чувства от того, что мои вышивки лежат в столе. Абсолютно меня это не тяготит. Я понимаю, что, наверное, оформить вообще все в картины и повесить на стены, это был бы нонсенс. Какие-то вышивки, я думаю, у меня могут пойти на подарки в случае необходимости. И очень большое количество вышивок у меня пойдет на прикладную вышивку. Это как раз и является третьим вопросом. Любите ли вы прикладную вышивку? Есть ли у вас прикладные работы? Я обожаю прикладную вышивку. Я считаю, что первым делом вышивка была прикладной. Она, скорее всего, появилась как прикладная. Потом она уже переросла в вид искусства, когда картины стали вешать на стены. Ну, украшать одежду, украшать какие-то вещички домашнего обихода, вышивать часы, вышивать диванные подушки. Мне кажется, это все появилось раньше, чем вышивка картин и оформление картин. У меня есть прикладные работы. Вы их тоже можете посмотреть на моем канале. Да, охренеть! Вот, нарушители-то. У меня есть прикладные работы. Вы их можете посмотреть на моем канале. И я продолжаю вышивать прикладные всяческие штучки. и на данном этапе даже считаю их первоочередными. Вопрос четвертый. Вы выбираете процесс под свой интерьер или же вам это не важно и вы вышиваете все, что нравится? И так, и так. Когда я смотрю на какую-то картину, я всегда спрашиваю, а что я буду с ней делать потом, когда отошью? Даже при покупке какого-то набора я всегда анализирую, будет ли это у меня картина в интерьере или это же будет у меня что-то миниатюрное вот в в каком-то прикладном варианте. Вот. И я даже решаю купить или не купить набор. Если я чувствую, что ко мне в интерьер, если, допустим, какая-то картина большая, скажем так, если я чувствую, что ко мне в интерьер эта картина не вписывается, то мне нет цели вообще покупать ее. Хотя я очень много вышиваю то, что мне нравится и слава богу, потому что это как раз миниатюрки, которые можно пристроить ну, всегда можно пристроить миниатюрку. Всегда можно придумать, куда бы ее применить. Следующий вопрос. Как часто вы дарите свои работы? Частенько. Я частенько дарю свои работы, потому что я считаю, что вышивка это один из самых лучших подарков. Если раньше считалось, что книга это самый лучший подарок, то сейчас я считаю, что вышивка это самый лучший подарок. во-первых, ты на это потратил достаточное количество времени. То есть человек понимает, что ты думал о том, кому ты это отшиваешь, что это вот не покупка и сиюминутная. Забежал в магазин, купил первую попавшуюся вещь и даришь, что это продуманный подарок. Ну, конечно, я дарю вышивку тем людям, которые вообще ценят вышивку, потому что мы знаем, что очень многие совершенно равнодушно относятся к вышивке, к сожалению. Поэтому, наверное, нас так много на YouTube, потому что мы ищем тех людей, которые нас понимают. Мы хотим поделиться именно своими чувствами с теми, кто может разделить их. Так что, девочки, вышивальны YouTube Forever. Следующий вопрос. Вы вышиваете на продажу или на заказ? И согласились бы вы на предложение такого рода? Нет, я не вышиваю ни на заказ, ни на продажу. И я бы очень долго думала, соглашаться мне или нет. Честно говоря, сейчас не могу сказать вот однозначно да, соглашусь или нет, не соглашусь. Потому что это все-таки зависит от обстоятельств. Возможно, даже от каких-то денежных вопросов. Но я бы не хотела вышивать на продажу или на заказ. Единственное, может быть, я бы вышила то, что мне самой очень нравится. Я бы не хотела вышивать работу, которая мне не нравится. Потому что я получаю от вышивки удовольствие от самого процесса. Больше, чем от оформленной работы и потом висящей. где-то. Поэтому я должна получить, я должна все-таки свое удовольствие это получить. Если же я вышиваю то, что мне не нравится, но это сомнительное удовольствие. И только ради денег, насилия над организмом. Я такое не люблю, честно говоря. Я стараюсь избегать таких вещей в жизни. Поэтому, скорее всего, я бы не согласилась вышивать на продажу. Но обстоятельства в жизни меняются. Что нас ждет впереди, мы не знаем. Поэтому вот как-то так. Следующий вопрос. Как вы размещаете свои работы на стенах? Одновременно или они висят у вас по очереди? Лично у меня висят по очереди. Но, опять же, это из-за того, что я живу в таких условиях. У меня ограниченное количество стен, на которые я могу повесить работы. стена, которая увешана картинами от потолка до пола. Вот я себе такую стену у себя не представляю. Пока что. Не знаю, может быть, в будущем как-то я к этому приду. Поэтому я меняю свой интерьер и меняю работы, которые украшают мои стены. Во-первых, это позволяет мне как бы, сменив интерьер, это все равно, что сделать ремонт. Понимаете, что-то новое радует глаз. Потому что, когда одно и то же, всегда хочется перемен. Некоторые люди вообще ремонт делают два раза в год. Я помню свою тетку. Они вообще обои клеили два раза в год. Но вот они не могли жить старых обоев. Вот то же самое. Но не могу я жить в старых картинах. Вот не обязательно хочется что-то изменить. Мне нужна новая картинка перед глазами. Поэтому я люблю менять в интерьере свои работы. Если это зима, могу повесить что-то на зимнюю тему. Если это Новый год, то это вообще благодатная тема. То есть, всегда к Новому году вышивается очередная картина, а еще и юлочные игрушки, а еще всякие украшения. я меняю. Следующий вопрос восьмой. Вы предпочитаете маленькие или большие процессы? Ну что лукавить? Конечно, я предпочитаю маленькие процессы. Вы сами это прекрасно видите и понимаете. Потому что маленький процесс дает результат быстрее. Удовлетворение от этого получаешь быстрее. Я совершенно не имею ничего против больших работ, больших процессов. Но боюсь, что вот я просто с таким с огромными нет, опять же большое. Мы уже где-то говорили о том, что размер это очень относительное понятие. Что для одного большое, для другого это маленькое. Поэтому если иметь виду хаэт как большую работу, то я предпочитаю средние и маленькие. На хаэт мне жизни не хватит. Как вы совмещаете работы разного размера в интерьере? Ну это очень легко. Это очень легко, ведь можно создавать композиции. Даже иногда продаются рамки, которые уже готовые, в которых совмещены различные по размеру окошки. Есть и маленькие, есть и побольше. По такой же схеме, по такой же логике можно разместить и работы маленькие и большие в интерьере. В этом нет совершенно никакой проблемы. Если вы боитесь, что маленькая работа затеряется где-то, то на такие маленькие работы, например, делают очень широкие паспорту и такие внушительные рамки. И там такая малейсик усень, малейсик усенькая работа вставлена. Но смотрится неплохо, смотрится тоже хорошо. Главное, чтобы все было в гармонии. Мне кажется, нужно смотреть на общую картину, потому что если брать картинку только одной работы, это ничего не даст. Нужно смотреть на всю стену. А потом стена не одна, можно на разные стенки повесить. Ну, как-то выкрутиться из этой ситуации. Следующий вопрос девятый. Что бы вы хотели вышить для украшения своего рукодельного уголка? Может быть, у вас уже отшита такая работа? Вы знаете, да, у меня есть отшитие, но я не знаю, насколько это украшение моего рукодельного уголка, просто у меня есть работы, которые я использую при вышивке. Например, у меня есть вышитая уже сто лет назад игольница без корню. Она у меня постоянно в работе, я постоянно ей пользуюсь. Она вся утыкана иголками. Кстати, я еще не показывала на ютубе. Кроме того, я вышила рукодельное сердечко, я люблю вышивать, с ножничками в виде шармика. Очень симпатичная вещица. Вот она у меня висит на подставке для рам. Я таким образом украсила именно эту подставку. Честно говоря, у меня есть идея и желание украшать свой рукодельный уголок. Мне видятся здесь какие-то французские дизайны, какие-то возможно ножнички, да, либо вот такие дизайны связанные с рукоделием. Иногда катушки с нитками, иголки. Вот их можно было вышить. Но опять же, применить каким образом? Может быть, рукодельную коробочку украсить таким образом органайзер для хранения ниток. Я имею в виду коробку для хранения ниток. а потом здесь большое поле для творчества как раз прикладной вышивки. Как такового вышивального уголка-то у меня нет, поэтому украшать уголок для меня нет никакого смысла. Я с этой вышивкой как-то баба с торпой достаюсь везде. Эта вышивка у меня и на кухне, и в большой комнате, и везде, где только я бываю. А, это был последний вопрос? Замечательно. Спасибо, Танюша, за такие интересные вопросы. Мне действительно очень давно хотелось ответить на этот тег, но вот наконец-то пришло время. И напоследок я желаю всем прекрасного вышивального рукодельного настроения, и всем до новых встреч. Пока-пока. Спасибо.